Мальчики из будущего находятся не только в Сибири, они встречаются по всему миру. Так недавно, буквально в 2022 году, на улицах Вашингтона, округ Колумбия, недалеко от Белого дома, был найден странный мальчик. При нем не было одежды и личных вещей. Он плакал и просил прохожих о помощи. Но нет, его не похитили, не обокрали, как мы могли бы сразу предположить. Он хватал прохожих за руки и рассказывал о том, что им или человечеству лучше остановиться и не совершать некоторые роковые ошибки, которые будут допущены через год, то есть в 2023 году. И тот факт, что Земля все еще стоит на трех слонах, говорит не о том, что прогноз был ложный, но о том, что первая костяшка домино уже упала. Цепь невероятных случайностей уже запущена, что непременно отразится на будущем, которого мальчик по имени Сепий из 2056 года так и не хотел допустить. Как вы понимаете, мальчик уехал в полицию и больше о нем мы не слышали. Второй мальчик, о котором есть информация, появился в Алтае. История ровно та же самая. Парню примерно 10 лет. Его находят на улице и передают в полицию, а те, в свою очередь, подключают к работе с ним психолога. Парень в шоке выплескивает на психолога дикий поток сознания, в котором явственно читается страх за будущее Земли и всего человечества. Информация о произошедшем поступает вверх, в компетентные органы, и те забирают парня с собой. Больше его никто не видит. Я не могу назвать даже имени, только дату. Путешественник во времени из Америки. Новость публиковали в местной газете. Турист из 2030 года, как пишут журналисты, прошел тест на детектор лжи и дает прогнозы на ближайшие события. Если вы помните, в интернете и вирусилось видео с неким путешественником во времени по имени Ной. Я напомню вам о его прогнозах. В 2024 году на выборах США победит Трамп. Человечество достигнет Марса в 2028 году, также и будет открыта возможность совершать путешествия во времени. Роботы и искусственный интеллект восстанут и постараются захватить власть над миром. Что ж, поживем увидим. Кстати, вы помните чудесную фотографию, которая служила доказательством существования путешествия во времени? И хоть существует уже масса опровержений, но выглядит парень действительно странно. Как-то по-нашему, а между тем прошло уже 80 лет. Если путешествия во времени станут возможны уже к 2028 году, возможно и мы сможем увидеть, какие величайшие события в истории своими собственными глазами. Хотя масса организованных экскурсий в одно и то же время от бесчисленных групп временных туристов выглядела бы странно. Вышло бы так, что гостей из будущего в конечном итоге оказалось куда больше, чем местных жителей. Так что же мы знаем о существовании путешествий во времени? Сегодня мы попробуем доказать существование машины времени. Почему бы и нет? Ведь мы абсолютно точно убеждены, что если ее изобретут где-нибудь в далеком будущем, мы сможем найти следы присутствия путешественников во времени в каждой значительной истории эпохи. И следы эти до банальности очевидны. Странные люди, которые появились из ниоткуда, но стали знамениты и богаты. Необъяснимые случайности, когда что-то происходило не так, как было задумано, игнорируя логику окружающего. Странные предметы, одежды, явления. Все это в нашей истории было. Нам осталось только найти эти случайности, посмотреть на события, так сказать, под определенным углом. Грета Тумберг. Она с такой яростью защищала мир от глобального потепления, что многие сочли ее за сумасшедшую. А если она что-то знала? Удивительным остается тот факт, что Грету можно узнать на фотографии 120-летней давности. На ней она изображена в качестве одной из работниц златодобывающей шахты. Возможно ли, что это просто совпадение? Или нам предстоит обнаружить ее сотни фотографий Греты из разных столетий? Неизвестный 1962 года. Когда команда чемпионов получала свой заслуженный трофей, фотограф случайно запечатлел кое-что необычное. Руку с чем-то напоминающим сотовый телефон. Похоже, что увлеченный футболом путешественник во времени просто решил запечатлеть увиденное им событие. Почему нет? И если такие туристы во времени существуют, главным правилом для них является скрытие собственной личности. Именно поэтому они тщательно прячутся и маскируются, стараясь не попасть в кадр. А вот в этом видеоролике нам попалась целая женщина, прижавшая к уху смартфон. Очевидно, она является фанаткой Чарли Чаплина, в чьем фильме случайно и появилась. Посмотрите, как умело она скрывает свое лицо. К сожалению, полное видео я выложить не смогу, но оно есть у нас в Телеграме. Поэтому переходите по ссылочке, которая будет в описании к этому видео, либо в закрепленном комментарии. Игрок на бирже и из 2256 года. А этого товарища обвинили в инсайдерской торговле на бирже. Буквально за месяц с невероятной игрой на акциях он смог сделать себе огромное состояние и при этом не допустил ни единой ошибки. Полиции он заявил, что является настоящим путешественником во времени и прибыл из 2256 года. Но куда он делся? Однажды он просто исчез из тюремной камеры, куда был заключен. Что с ним случилось потом, мы не знаем. Космонавт с собора. А это фотография одной из деталей фасада собора святого Иеронима. Она примечательна тем, что скульптор весьма точно изобразил космонавта и даже смог передать детали скафандра. Случилось это в 1600-х годах. А теперь ответьте на вопрос, разве такое возможно? Ну, разумеется, нет. Самой правдоподобной на сегодня теорией путешествия во времени считается возможность путешествия только вперед. Основана на разнице восприятия времени и скорости перемещения. Человек, движущийся со скоростью света, испытывает замедление времени. Для него время будет протекать медленнее по сравнению с человеком, который стоит на месте. Такие дела. Но это никак не объясняет тех фотографий из прошлого. Ведь любой ученый знает, что путешествия назад во времени просто невозможны. И тем не менее, в 1997-м медиапространстве широко разошлась фотография газетной вырезки, в которой некто приглашает добровольцев составить ему кампанию в путешествие в прошлое. По мотивам данной истории был даже снят фильм. Безопасность не гарантируется. 2012 года. Судя по всему, путешественники во времени чувствуют себя весьма комфортно в любую эпоху человеческой истории. Этот барельеф называется «восседающая на троне женщина со служанкой». И, похоже, женщина пользуется чем-то очень и очень напоминающим современный ноутбук с отверстием под USB-порты. Барельеф находится в одном из музеев Калифорнии. Такой прозрачный намек. Ну и напоследок существует стойкое ощущение, что правительство России уже очень давно использует все возможности машины времени в своих сверхъестественных временных операциях. Тому есть непровержимое фотодоказательство. Что по этому поводу думаете вы? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А я с вами не прощаюсь, а говорю вам пока-пока.